Привет, я Борис Анатолий. Сегодня я буду специально для Дмитрия варить особый сорт кофе, вьетнамский Далат, поставленный нам в замечательной московской компанией обжарщиков Тор и Факта. Можно посмотреть, такая не очень глубокая обжарка, светлая. Главное, наверное, достоинство вот такого сортового свежеобжаренного кофе, вот конкретно эти зерна обжарены 8 дней назад всего, в том, что очень сильный и богатый аромат, то, что исчезает после того, как долго хранится кофе, эфирные масла испаряются, а у свежеобжаренного кофе аромат очень сильный и богатый. Прикольно. Для тебя, кстати, для сладкоежки будет хорошо. Где же вопль, почему там нет сахара? Кисловатый там нет, и там нет сахара. Если хочет, может добавить сахар, это не запрещается, хотя это, конечно, немножко отвратительно. Бери сахар, если тебе хочется. Вот тебе палочка, другое уже полноценно. Сахар так, как тебе нравится. Вот сахар, пожалуйста. Смертельный номер. Дмитрий Сахар, вьетнамский долар. Эспрессо. Больше сахара. Еще больше сахара. Весь сахар мира. Вот ты время тянешь, а сейчас батарейка сядет. Вьетнамский долар, он как квас. То есть ты как бы рекомендуешь лучше купить квас? Нет, ну, вьетнаме квас уже не делают. А вьетнаме и кофе, я думаю, они особо не пьют. Квас, давай попробуем. Ты просто сахара добавил, да, я попробую. Вот че сахар-то животворяющий делаешь. Вот в этом весь интерес такого кофе. Прям, ну, блин, чувствуется послевкусие, как, ну, отличный такой. Что сказать? Ну, у кофе, когда вот оно как вот, как эллипс, если вот так вот его представить, а тут, ну, как бы, срезать. Ну, не знаю, как язык. Я не знаю, как это объяснить. Ну, послевкусие немного другое. Ну, по-другому, ладно. А если сахаром? Прошу, пробуйте. Знаешь, победитель в вам жизни? М? М? Ну, вообще по-другому. Ну, просто как пьется, и все. Ничего не чувствуешь такого. Без вкус. Как вас зовут? Женя. Женя. Записки Елла Бориса на ютубе можно найти. Твои впечатления. Я вот вижу, пью этот кофе, и вижу вот эти поля вьетнамские, рисовые. И там вот эти вьетнамские горы. А вижу поля. Горы не вижу. И там вот эти вот босоногие, нищие, голодные вьетнамские дети бегают по полям и тупчут рис. Их потом лупят по вечерам. Вот я вот вижу это. А вот сейчас горы появились. Вот сейчас появились горы в Истоке. Горькие горы. Спасибо большое. Это на самом деле, я тебе уверяю, это не горечь, это кислота. Это кисло. То есть, вот здесь вот гора, да? А здесь пошло... Здесь? Нет. Здесь гора, а здесь снежная шапка горы. Вот она. Да, вот она. Вот снежная шапка, это самое вкусное. А гора, вот ее нужно пройти. Пройти это тяжело, это очень тяжело по этим камням. Там еще комары тебя жрут, слепни, медведи, горные козлы. А потом ты переходишь через гору и попадаешь на горную шапку. Там снег и уже прохладненько, хорошо, воздух прозрачный, прозрачный. Я должен дойти до вершины. Это кислота, да? 200 миллилитров американо я быстрее выпил. С чего всего? А, видимо, в этом-то и вся фишка этого кофе нет. Так, когда вот сидишь, вот он такой, чем горше, чем горше, тем лучше, да? Нет. Вот чем горше, тем и зло. Нет? Я писал. Вообще, для кофе не надо торопиться. Да его невозможно быстро выпить. А сейчас попробуем перемешать горы с снежной шапкой. Перемешаем. Вот мы перемешали, получилось. Лавина такая. Грязь там. Грязный снег. Вот, получается, грязный снег. Грязный снег. Сейчас будем есть грязный снег. Грязный снег. Грязный снег. Грязный снег. Аааа. Да. Да. Легкоция... Но чуть-чуть помягче стало. Но вот я думаю, я бы взял другой кофе, да? Точно так же ты бы не сделал, я бы вообще никакой разницы не заметил. Точно так же. Точно так же. Точно так же.